АПЛОДИСМЕНТЫ Да, друзья, я сейчас просто вижу, как кто-то хватает камень и кидает его в наш огород. И говорят, так, ну куда же поперлись опять эти хреновые блогеры? Ну в конце концов, ну когда же они работают? Ну когда они находят время? Конечно, не все так просто, но мы сейчас не об этом. Озеро Большой Ундугун расположено на расстоянии примерно 100 километров от нашего города Читы. Везде идет хорошая асфальтированная дорога, но она прерывается на селе Беклимеша. После Беклимеша примерно 5-6 километров гравийные дороги. Но проехать туда можно на любом легковом автомобиле. Мы идем на участок озера, которое в принципе обустроенное. Но за это обустройство с каждого человека взрослого берут по 200 рублей. Много это или мало, это наверное как бы можно обсуждать. Но факт остается факт. На озере на этот раз мы собрались с достаточно большой компанией. В этом есть как свои плюсы, так есть, конечно, и свои минусы. Все занимаются своими делами. Кто готовит, кто просто наслаждается свежим воздухом, кто готовит шашлыки. В общем, проводить время на озере Ундугун достаточно здорово. Потому что такой, вы понимаете, такой песчаный берег. Лес, лиственница с березой. Ну, вообще, место, конечно, очень сказочное. Ты качалась, нет? Да, чуть-чуть. Он так и сам качается. А тебе сюда не тебя. А почему? А тебя вес не выдержит. О, нифига себе. Здорово. Ой, плывут, плывут. Только я тоже качаюсь. Микки! Я не могу приблизить ее. Микки, ты что делаешь? Микки, 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 я же не говорил, что надо... Леша, поворачивай. А куда вы? Там же телефон и квадрокоптер. Давай ко мне ее. Не надо. Она перевернет, чем тяпится с ней умеет обращаться. Все собрались возле бани. Баню затопили, собираемся. Париться. Да, внутри бани печка. Печка сделана с таким, с котлом. Наверное, литров на 7. Баня Мабиба. Здесь уже тепло. Камни такие. Саня, мы решили, что ты будешь сегодня бежать. Абсолютно раздетый, с бани. Не, ну абсолютно, это же неприлично. Наша собака, как вы сами понимаете, накупалась от души. Но главным нашим развлечением на этом отдыхе была, конечно, вот эта походная баня. Да, мы ее установили на берегу озера. Вода в озере еще достаточно ледяная. И от того эффект этой бани, он, конечно, гораздо выше. Вообще, баня на свежем воздухе, вот в такой обстановке, это что-то сказочное. Это что-то с чем-то. Ну а пока все занимаются своими делами, я бы хотел, друзья мои, как бы продолжить рассказ об этом чудесном месте. Вот в том данном месте, в котором я сейчас показываю, в котором мы находимся, это платная территория. А расстояние ее примерно 2 километра. Не вся она обустроена, но все-таки там везде есть такие стояночки, есть столик, есть костровище, да, вот такое. Есть небольшая такая детская площадка, спортивная площадка, можно поиграть в футбол. В общем, с этой стороны, конечно, все чудесно. Есть и другая сторона этого озера, но там ничего этого нету. Это первое. Второе, туда нету фактически дороги, туда можно заехать только на таком подготовленном внедорожнике. Да, там все бесплатно, но берег там тоже такой травянистый. Там очень хорошо рыбачить, но вот отдыхать, допустим, семьями, то там и место не совсем такое подходящее. Ну что же, наш отдых продолжается. Мы прекрасно отдыхаем на озере. Погода клевая. Ребята играют в футбол. Ну а мы... Гуляем. Мы наслаждаемся. Отдыхаем. Все как было. Спасибо, все здесь. Пойдем. Конечно. Потом. Давайте, пожалуйста. Ну вот, все, мы протестировали наш матрас. Мы сегодня ночевали первый раз на нем. Как, Лариса? Вам? Как тебе? Что я хочу сказать. Матрас большой. Удобная постелька. Мягкий. Но я замерзла немножко сегодня. Потому что лил дождь, как бы холодно. А, и у нас еще были окна открыты. Представляете? Мокрые. Забыли. Забыли. Просто забыли и все. Ну, а что могу сказать я. Мы вчера вечером парились с Баней. Ныряли в воду вчера. Или, вернее, уже сегодня. Это сегодня большой праздник. Сегодня троица. С чем всех мы поздравляем. Поздравляем. Да. Ну, и поэтому я спал вполне комфортно. Потому что после бани напарился. Я, можно сказать, без одеяла спал. Ну, а Лариса немножко мерзла. Что касается матраса. Ну, да, есть в нем какие-то определенные нюансы. Все равно я со своим весом где-то, мне кажется, я продаблю его. Не хватает. Да. Не хватает. Ужить надо меньше. Может быть и так. Ну, как-то так. Буду еще думать над тем, какие сделать еще доработки. Ну, а так, сегодня льет дождь. Он начался еще вчера. Потом ночью прекращался. Ну, а сегодня с самого утра зарядил. И вот стоит вот такая дождливая погода. Поэтому мы свернули лагерь и возвращаемся домой. Ну, а на этом все. Всем пока. До новых встреч. Всем еще раз всех с праздником. Всем здоровья и успехов. Субтитры создавал DimaTorzok